друзья всем привет меня зовут николай компания dream life cyprus и сегодня мы хотим поговорить на такую тему как северный кипр что это такое мы находимся в таком замечательном месте это район снтп это не реклама место место красивые красивые виды красивые площадки места и возможно интересует почему мы все время делаем ролики возле моря так потому что северный кипр это принципе море что такое северный кипр я не хочу сильно углубляться именно в историю в детали но вкратце объясню 74 году случился военный конфликт переворот и он был разделен на две части республика кипр южный кипр который занимает большую часть острова и турецкая республика северного кипра это территория острова кипр который находится под защитой под управлением под руководством турции и своего небольшого государственного парламента президентства и так далее то есть конечно здесь есть свой президент и свой парламент есть свои министры чиновники также какие республики кипра так же как и в турции любой другой стране почему все-таки северный кипр тем он так привлекает туристов и иностранцев людей во первых это непризнанное государство и для большинства людей которые сюда приезжают это является большим плюсом плюсом в чем например в свое время южный кипр был такой как бы зоной оффшора да как-то его называли то есть зона свободной торговли будет опрятали деньги говорю какие за то есть без без лишних слов сейчас северный кипр занимает похожую роль то есть если у вас есть большие деньги вы не хотите никому их показывать сюда приезжайте открывайте банки счет инвестируйте недвижимости никто об этом ничего не знает как бы это один из самых таких больших плюсов именно для инвесторов для тех кто хочет зарабатывать здесь деньги местные власти все равноie откуда вы наие деньги конечно они иногда не спрашивают в любом случае как бы для приличия ради но в основном это никому никому не интересно если вы купите хоть пять квартир у вас нет они что не спросит куда вы взяли деньги для чего вы купили и конечно здесь вы не будете оплачивать налоги за свои деньги то есть если вы старт свои деньги привезли с максимум это будет банковский перевод с вас снимут определенную комиссию ну за лично никто ничего вас не возьмет конечно это как бы такой плюс покупки недвижимости тоже есть свои плюсы как минимум в том что я уже сказал ранее это то что никто эту недвижимость не может контролировать никаким образом да то есть кроме турции скажем тогда то есть единственный плюс в этом всем то что реально если вы покупаете здесь квартиру недвижимость дом землю это остается ваше имущество если все это сделано правильно потому что здесь есть тоже свои подводные камни свои тонкости есть и земля все же есть тоже проблемно есть не проблемные об этом другие ролики другая информация по недвижимости во первых купленную вами недвижимость никто из стран евросоюза например либо ваших даже стран здесь фактически не может заблокировать потому что эта территория считается не признаны и ни одно государство не может ничего ввести со плюс в том что все спокойно здесь в принципе безопасно здесь комфортно находиться комфортно жить здесь есть конечно такое ограничение там планах евросоюза и так далее добираться через стамбул через турцию через анкару и так далее есть минусы здесь есть также и плюсы во-первых здесь реально классное море это средиземное море на южном кипре здесь оно одно и то же да то есть но море это особенная изюминка этого острова также хочется упомянуть конечно цены до уровень жизни например тот же если мы сравним даже цены с республикой кипр это евросоюз это зона европы здесь вам будет достаточно но не знаю ну если два человека долларов 800 и дом будет хватать в принципе на продукт на продукты на аренду и тогда это чтобы такие небольшие расходы долларов 800 либо евро 800 вам будет хватать если мы говорим про евросоюз про республику кипр там уже извините меня там одна квартира аренда только стоит евро 500 600 месяц здесь тоже дорогая аренда но летний период если мы говорим про долгосрочную аренду она здесь вот не знаю раза два точно ниже чем на южном кипре либо в европе это тоже не маленький плюс продукты питания они здесь полезные они натуральные это все эко как бы рубая да то есть скажем так это новая фишка мира это эко продукты почему же я выбрал северный кипр для переезда для своей семьи это потому что здесь спокойно как я сказал уже здесь комфортно жить здесь моей семье есть чем заняться здесь конечно нет такого общего большого развития нету больших мегаполисов моллов огромных да там все прочего здесь по-своему как-то так приятная страна для отдыха для жизни для местонахождения для работы той же до работа есть ее немного но она есть нас это была жизнь мечта то есть мы приехали на кипр на остров где есть море где прекрасная погода где комфортный климат где приятный климат экологически чистая природа то есть конечно из плюсы есть свои минусы есть давайте начнем с минусов 1 наверное самый большой минус именно для меня это то что сюда добираться сложновато то есть допустим мне прилететь с какой-то страны это значит что мне нужно прилететь в стамбул либо в аланию либо в анталию оттуда уже 100 прилететь то есть это получается одна пересадка это занимает у вас ну грубо говоря либо целый день либо полдня как минимум потому что самолет пересадка самолет это уже уходит очень много времени до вторым минусом который лично для меня это немножко грязновато все-таки здесь многие бросают фантики из машин бутылки выбрасывают да и как бы из-за тайнышка грязновато здесь местные власти пытаются этим бороться они пытаются все убирать факт остается фактом до третий факт это то что местное гражданство получить это очень сложная длинная процедура которая не всегда получается успешной да то есть это как бы довольно таки длительный процесс из плюсов лично для меня это то что я уже упомянул это действительно спокойное место безопасное место если взять по мировым меркам это одно из самых безопасных мест и все-таки здесь как-то комфортно уютно жить знаете как бы не хватает минус еще да то что забыл упомянуть то что не хватает и все-таки инфраструктуры здесь не хватает больших моллов за кита развлекательных центров больше раз продвинутых детских площадок то есть для дети этого немножко не хватает я лично доволен своим переездом я вам рекомендую просто это приехать это все своими глазами увидеть это стоит посмотреть также есть такой фактор как пугалочки такие да и скажем так то есть некоторые клиенты с особенность европы с америки со штатов пишут люди нам приезжающие тоже разговоры рассказывают что есть очень много таких анти рекламных текстов людей да и тот же южный кипр постоянно всем рассказывает людям что северной кипре война тут очень сложно бомжи на каждом углу воровство прочее это что неправда также есть людям до спрашивают а если мы пройти на северный кипр нам поставить печать паспорт штамп аэропорта эрджан сможем упасть в европу да сможете без проблем никто никому ничего это не не запрещает единственный нюанс конечно это большой нюанс если вы прилетаете в аэропорт ларнака на южном кипре либо пафос неважно и вас таможенники спрашивают цели вашей поездки и вы скажете что я приехал на северный кипр я приехал северный кипр купить недвижимость я приехал на северный кипр не за это на знакомительный тур вас могут либо сразу же депортировать не стоит говорить как бы для них это как ясно как красная тряпка для быка этого говорить не стоит и мы всем об этом говорим сразу тут и в финале хотелось бы сказать одну фразу которую говорю большинству клиентов это лучше один раз увидеть чем сто раз услышать поэтому приезжайте к на на тур на ознакомительный тур посмотрите остров сами печати как турист она стоит того увидеть этот остров он он красивый интересный остров со своей природы своей культурой с турецкой культуры греческая культура с европейской культурой он такой между гранный приезжайте посмотрите подписывайтесь на наш канал dream life cyprus ставьте ваши лайки пишите ваши комментарии и до скорой встречи на северном кипре